Девушки отдыхают Почти как на космическом корабле, чтобы открыть одну дверь, нужно закрыть предыдущую. Чем ближе к зараженным, тем мощнее защита. На первом этаже приемная и первое терапевтическое отделение. Здесь проводят КТ органов грудной клетки. Если пациенту подтверждается религиозная пневмония, тогда он уже остается в стационаре и уже распределяется между отделениями, либо поднимается на следующий этаж, либо остается на первом этаже первая терапевтическая отделение. Вот оно, кстати. В терапевтическом отделении лечения проходят пациенты с более легким течением болезни. Для таких и мест в больнице больше 184. Больные, перенесшие инфаркты и инсульты с серьезными хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, чаще всего попадают в реанимацию. Здесь им гарантирован комплексный подход в лечении. Коториями перевода в отделение реанимации является оценка в первую очередь по шкале НИУС-2. Там оценивается несколько параметров. В первую очередь это потребность в кислороде, это число дыхательных движений, это респираторная недостаточность суммарно оценивается, температура и другие витальные функции оцениваются в целом. И решение принимает врач-реаниматолог. То есть, естественно, это те пациенты, которые более тяжелые, которые требуют замещения функций, то есть в том числе и аппаратам искусственной вентиляции легких. По коридорам ходить нельзя. Все пациенты, даже те, кто проходят лечение в терапии, зависят от кислорода. Здесь они занимаются назначением препаратов, изучением анализов, истории пациентов и так далее. Ну, здесь будет работать с документацией. У докторов свободы не больше, чем у пациентов. Анестезиолог-реаниматолог в полной экипировке заступает на смену, в течение которой покинуть свой пост не имеет права. Днем работают три врача, вечером два. Выйти поесть или просто выдохнуть можно только договорившись с коллегой. На данный момент у нас 16 пациентов. Одно место у нас, как видите, свободное. Этот пациент сейчас находится в диализном зале. То есть, он перекачан в диализный зал для проведения заместительной почечной терапии. То есть, свободных мест нет? На данный момент нет, к сожалению. Никольское подразделение Одинцовской областной больницы многопрофильное. Здесь лечат пациентов не только от коронавируса, но и с другими заболеваниями. Могут провести операцию. Сейчас дополнительную медицинскую помощь получают инфекционные больные. Медучреждение перепрофилировано и пациентов без диагноза COVID-19 временно не принимает. Имеется два аппарата заместительной почечной терапии. Фрезениус экспертного класса. Они выполняют несколько функций заместительной почечной терапии. Это и продонная венозная утрогемодиафильтрация, и острый диализ, и дискретный диализ, и хронический диализ и так далее. То есть наши пациенты имеют возможность получать высокотехнологичную помощь. Юрий Борисов проходит лечение не в реанимации. Его состояние позволяет находиться в терапевтическом отделении. Мужчину перевезли на диализ. Хотел вакцинироваться, но не успел. Был медотвод после прививки от гепатита. Вакцинируйтесь. Почему это важно? Ну, я так думаю. Чтобы не оказаться здесь? Да, но теперь уже поздно. С каждым новым штаммом ситуация ухудшается. Больных становится все больше, а само заболевание коварнее. В реанимации за пациентов дышит аппарат ИВЛ. Он создает положительное давление на выдохе у пациента, благодаря чему раскрываются атерлектозированные участки легких. Помимо этого, создается повышенная концентрация кислорода на вдохе. В атмосферном воздухе примерное содержание кислорода – это 21%. Из-за большого шунта у данных пациентов создается гипоксимия, и мы ее компенсируем увеличением содержания кислорода на вдохе. Только так можно компенсировать дыхательную недостаточность у больных и помочь им преодолеть острый период заболевания. Аппаратура со своей задачей справляется, а вот некоторые пациенты – нет. Это целое испытание, и это испытание проходят не все. Не все справляются с таким, для этого нужен характер, чтобы справиться с этой маской. Маска достаточно плотная, она герметично прилегает к лицу, чтобы создать достаточный уровень давления. И для того, чтобы выдержать это, нужна хорошая сила воли. Не все с таким справляются. Одни пациенты лежат с маской, другие – в специальном шлеме. По эффективности одно не уступает другому. Если от первого появляются пролежни, второе – не подходит тем, у кого клаустрофобия. Пациент может сам выбрать, как ему удобнее. Шлем одевается на голову, который тоже бывает полностью герметичный, и в нем создается определенная, так скажем, атмосфера. Также положительное давление там создается, которое помогает человеку дышать. Удобно это бывает в тех случаях, когда у пациентов нет клаустрофобии, когда пациент начинает жаловаться на дискомфорт от лицевой маски, потому что часто у них образуются пролежни в районе перегородки, на лице дискомфорт. Маска или шлем – неважно. Лежать нужно строго на животе. Чем дольше, тем лучше. Идеально 24 на 7. И это еще одно испытание. Но только так дышать становится легче. Вы сейчас с родственниками по телефону общаетесь? Я просила, мне надо было, да. Хотелось бы чаще, но не хватает сил. Когда сама пользоваться телефоном не могла, врачи давали слушать сообщения от близких. Это как дополнительная терапия. Я не злоупотребляю, потому что сил очень мало. Стил на самом деле очень мало. А первые дни вам было совсем тяжело? Мы это помним? Когда мы давали вам послушать просто сообщения? Первые дни – это была такая живая вина. Ковид у Елены Петровны развивался стремительно. Положительный ПЦР-тест. Температура под 40. Незначительное поражение легких обернулось почти стопроцентным. За то, что выжила, безмерно благодарна врачам. А те, в свою очередь, говорят, это была совместная борьба. Их и самой пациентки. Сейчас она тоже остается тяжелой. Она тоже на ней визитной вентиляции легких. Высокопоточная оксигенация у нее идет с высокой концентрацией кислорода. Но, тем не менее, учитывая ее анамнез, данные и состояние, для нее это большой прорыв. То есть, когда она к нам поступила, она была совершенно истощена. Там был другой режим вентиляции, полная лицевая маска, пронация. Она практически не могла разговаривать. Я благодарна каждому, кто со мной работает, врачам. Не бросают. Я даже не могу вам сказать, насколько не бросают. Вакцинироваться Елена Орловская не могла. Отек к венке и анафилактический шок в анамнезе. Получила медотвод. А тем, кому прививка не противопоказана, пациентка реанимации настоятельно рекомендует привиться. Я советую каждому человеку просто сейчас посмотреть на меня, не только на меня, понять, что это более чем серьезно. И я вам скажу так, что при моем огромном поражении легких, если кто-то не хочет этого, то это легко не допустить. Берегите себя. Просто люди, берегите себя. Это серьезно. Это уже давно не простуда. Сотрудники реанимации привились одними из первых. Одни – спутником ВИД, другие – ковиваком. У всех хороший уровень антител. Они, как никто другой, знают, как опасен ковид. Молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний – не гарантия легкого течения болезни и даже выздоровления. В отделении умирали и те, кому не было 30-ти. Слишком поздно обратились за помощью. Я очень хочу, и мы все очень мечтаем о том, чтобы наши отделения были пустые, чтобы у нас не было пациентов. Поэтому мы призываем к вакцинации, чтобы это все, наконец, пошло на спад. И больше вот этого всего не было. Чтобы мы вернулись к мирной жизни. При этом я так понимаю, что сами сотрудники отделения, они все привились? Конечно. Как можно не привиться, видя все это. Мы первыми привились сами. Они не боятся работы. Борются за каждого пациента. К графику работы и СИЗам уже привыкли. Не хотят привыкать к другому. Терять пациентов тогда, когда можно было этого легко избежать. Просто сделав прививку от ковид-19. Несмотря на то, что мы привиты, у нас высокий уровень антител. Мы, как вы видите, ходим в полной боевой готовности. Мы в СИЗах, маски, респираторы, перчатки. Постоянное соблюдение самопредвижима. Это тоже необходимо. То есть, несмотря на то, что здесь вирусная нагрузка высокая, все равно береженого Бог и грезет. То есть, мы должны быть социально ответственными за свои действия. Если мы хотим жить, если мы не хотим заразить любимых, близких людей, мы должны вот это делать. Спасибо.